Привет, друзья! Сегодня будет очень интересное кино, и я в своем повествовании хочу рассказать вам некоторые события, на которые средства массовой дезинформации просто не удосужились обратить внимание. В то время как Соединенные Штаты Америки потонули в войне компроматов, в борьбе за голоса, доказывает лишний раз торжество демократии над реальными процессами и чаяниями человечества. Идет борьба зла и добра, хотя зла со злом, тенью с хозяином, как угодно можно называть, завершились, почти завершились пока временно события в Карабахе. Кто-то ловит Пашиняна, кто-то страдает от того, что на Украине вспышка очередная, так называемого COVID-19 или сезонная инфекция. Короче, повально все болеют. Больницы в коллапсе, Зеленский с перепугу там что-то пытается задружить с будущим президентом. То есть мир показывает, в каком тупейшей ситуации находится он сейчас. А в то же самое время мне вчера посчастливилось как-то так посмотреть в режиме видеоконверенции, в режиме онлайн. Форум ШОС. Шанхайская организация сотрудничества. Которую вёл известный всем Владимир Владимирович Путин. И очень и очень интересная конференция, я вам скажу, была. Что самое интересное в этой всей ситуации, что так и хочется сказать, ШОСУКИ! Ну это, конечно, жаргонно, некрасиво, даже с моей стороны. Так вот, в Шанхайской конференции сотрудничество принимало такое колоссальное количество стран, ну в режиме онлайн, естественно, потому что COVID, там пандемия. Что самое интересное, вдумайтесь, в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая была основана 15 июня 2001 года, входило сначала 5 стран, потом 6. Вот. И я вам только сейчас зачитаю. Зачитаю только лишь некоторые выдержки о конференции. Пресс-конференция должна быть генеральная секретарь ШОС. Генеральный секретарь ШОС принял участие в форуме по продовольственной безопасности. Генеральный секретарь ШОС встретился с заместителем, руководителя по управлению иномым районами Адзиан. Короче, куча всего, но китайская, европейская, экспресс. Такое количество информации, но что самое интересное, в Шанхайскую организацию сотрудничества входят такие страны, как Российская Федерация, Китай 1,4 миллиарда, Индия 1,6 миллиардов. Турция, ну, то есть некоторые страны входят на основе наблюдательном, такие страны, как Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, то есть те страны, которые традиционно входили в Советский Союз, азиатские, плюс Китай, плюс Индия, наблюдатели это Пакистан, Турция, Азербайджан, Белоруссия, то есть охват Шанхайской организации сотрудничества настолько глобальный, он охватывает наиболее насыщенные населением страны с колоссальным экономическим потенциалом и против медленно набирающей обороты Шанхайской организации сотрудничества Запад просто тупо блекнет со своими дрязгами, со своими кредитными и другими проблемами, со своими интригами, со своим... То есть Запад такое впечатление, что Солнце закатилось и никак не может взойти, но оно сходит на Востоке, это 100 пудов, понятно. Те дряги, передряги, которые происходят в западных странах, они, честно говоря, вызывают удивление. Вместо того, чтобы объявить тотальную экономическую амнистию, обнулить все долги, всех для всех и всех против всех, то есть сделать старт с нуля. Все, кто кому должны на каким уровням, какие страны сделать, нет, они продолжают воевать, они продолжают печатать бумагу, они продолжают обвинять друг друга, усложнять жизнь не только лишь ближним, но и дальним. И на этом фоне трясущегося, как старец, как Байден, как Сорос, как другие трясущиеся вальцмейкеры или еще в каких-то других болячках, просто диву даешься, что старики настолько, хотя я сам уже приближаюсь к пенсионному возрасту, старики настолько трясутся за то, чтобы удержать ускользающих из их рук мир и все вот эти глобальные организации, которые, общаясь с которыми я диву давался, как они тупо не понимают вообще о том, что происходит в мире, собираясь в своих кабинетах, в сумасшедшей обстановке, говоря вообще какие-то вещи, как будто они живут на другой планете, в других облаках, говорят одно, делают другое, имеют третье, и вообще никто не хочет ничего слышать, продолжают жить какими-то иллюзиями. В это же самое время Шанхайская организация сотрудничества медленно, но уверенно обозначает цели и пути достижения этих целей. Российская Федерация вовлечена в этот процесс, как ни странно, на руководящих ролях, хотя эта организация глобально настолько покрывает Восток и Азию, что все страны со своими мелкими проблемами просто меркнут. Да, еще я забыл добавить сюда Иран, то есть вот этот конгломерат стран, он навис на Европой, и не то, что Красный Халифат будет, я даже не знаю, будет синее будущее у европейских стран, которые, по сути дела, сейчас полностью зависят от китайских и индийских производственных мощностей. Когда в Европе тотально разрушена экономика, да, пока все сражаются за рынки сбыта, за получение каких-то денег, но я уже вижу, что тот сложившийся мир и то шаткое равновесие, которое удерживалось на острие штыков, начинает медленно, но методично подрыгиваться. И тот момент, когда Соединенные Штаты Америки рухнут в тартарары и начнут делиться на 50 независимых друг от друга, и самое главное от федерального маразма государств, дай бог, чтобы это не произошло, никому не нужно, когда колос рухнет, завоняет везде, и будет проблем очень много. Поэтому это все разговоры. Я тем паникером и тем аналитики вообще ничего не видят. Это аналитики, которые друзья или там друзья друзей, которые набежали до кормушки и готовы лаять и выть в соответствии с тем, кто сыпет крошки с мясным бульончиком или с постным бульончиком в твою тарелочку. Вот это аналитический вой сейчас идет по центральноевропейской и заокеанской аудитории. Поэтому, завершая, я обратил ваше внимание на Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Кому интересно, обратите внимание и наконец-то начните потихоньку открывать глаза. Китай медленно, но уверенно, мелкими шажками рубит продвижение на европейский рынок. Я не хочу сейчас говорить еще некоторые вещи. То есть Китай может быть везде. Но не Китай, а, допустим, там вот Шанхайская Организация Сотрудничества, она начала медленно, но уверенно, подминать под себя ближнежащие страны. А если сюда еще подключится Бразилия со своим потенциалом, Чили и Аргентина, хотя я не вижу Чили и Аргентина в одном ключе, но если Бразилия войдет, она переломает ход событий вообще на латиноамериканском континенте, до которого сейчас нету Соединенным Штатам даже времени посмотреть в ту сторону, занятой своими внутренними проблемами. Поэтому своим слушателям обращаю внимание, обратите внимание на Шанхайскую Организацию Сотрудничества, особенно на вчерашний, закончившийся в режиме онлайн, не собрание, а конференциум с главами государств. Очень-очень интересно. И на фоне вот этой надвигающейся зари или не зари восходящего Солнца на Востоке я обращаю ваше внимание на базовые, главные, основополагающиеся вещи в нашей жизни. Основа стабильного общества это стабильная семья. Если есть семья, которая верит в единого Бога, который создал все вокруг нас и нас самих, все будет хорошо. Меньше обращайте внимания на дрязги, меньше обращайте внимания, кого избрали или кого назначили, объединяйтесь в группы единомышленников и без всякого звука, шума, истерики делайте то, что должны делать патриоты и любители своей страны. Потому что именно Шангайская организация сотрудничества обещает, по крайней мере, так задекларировано, оставлять каждой стране ее культурные, исторические и другие ценности. А самое главное, для того, чтобы каждая культура и каждый народ смог сосуществовать в будущем, люди каждой национальности или каждой страны должны помнить и чтить заветы и традиции предков, которые базируются прежде всего на крепости и силе семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok